Потому что... Незадолго до начала парада лидеров государств иностранных делегаций уже по традиции встречал российский лидер Владимир Путин. Короткая встреча, рукопожатие и проход на Красную площадь. Лидеры союзных республик Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии, Таджикистана, Армении и Туркменистана сегодня вновь на Красной площади. Всех объединяет общая история и вклад каждого народа в великую победу над фашизмом. Об этом в своем выступлении отметил президент России Владимир Путин. Очень важно, что сегодня здесь, в Москве, собрались лидеры стран содружества независимых государств. Вижу в этом благодарное отношение к подвигу наших предков. Они вместе сражались и вместе победили. Все народы СССР внесли свой вклад в общую победу. Мы всегда будем помнить об этом. Склоняем головы перед светлой памятью всех, чью жизнь отняла война. В Красной площади парадные расчеты механизированной колонны. Открывал военный парад по традиции легендарный танк Т-34. Всего в параде было задействовано свыше 120 единиц военной техники и более 10 тысяч военных всех родов войск. На трибунах почетные места заняли ветераны. Есть и те, кто приехал из союзных республик. Это прежде всего те, кому позволяет здоровье. С каждым годом живых свидетелей тех страшных событий, которые могут рассказать. Все тягости военных лет становятся все меньше. Но несмотря на возраст, они, как и 78 лет назад, стоя, отдают честь участникам военного парада. Каждая из союзных республик вносила свой посильный вклад в общее дело – победу. Тысячи солдат защищали рубежи родины на фронте. Сотни работали в тылу, обеспечивая продовольствием бойцов, выхаживая раненых в госпиталях. Из Кыргызстана на войну было призвано около 400 тысяч солдат. С полей сражения не вернулись более 130 тысяч человек. За проявленные мужество и отвагу свыше 150 тысяч кыргызстанцев были награждены боевыми наградами. Из них 74 стали героями Советского Союза. 21 воин награжден Орденом Славы Трех Степеней. После завершения прохода военных расчетов президенты отправились в Александровский сад, где расположена могила неизвестного солдата. Там же у Кремлевской стены установлен ансамбль вечного огня. Он сконструирован так, что пламя его не гаснет в любую погоду. Конструкция была установлена в 1967 году. Лидеры государств почтили память тех, кто сражался и отдал жизни в борьбе против фашизма, возложив венок и цветы к могиле неизвестного солдата и постаментам городов-героев. Надежда Усова, Раскильды Кукульбеков, Аллато 24.